Ребята, всем привет! Получил посылку для своего дремелёчка и очень надеюсь, что с помощью содержимого этой посылки я наконец-то смогу доработать вот этот вот картридж для мыла. То есть прикручу, точнее приклею сюда вот эту вот горловину, чтобы можно было заливать, потому что один мой знакомый уже, наверное, несколько месяцев, судя по всему, не моет руки мылом, притащил мне как-то, у меня все нет времени, ножом я попробовал расковырять, но это фигня получается, то есть красиво не получится. Поэтому заказал кое-какие насадки для дремеля и очень надеюсь, что они у меня тут есть. И еще заказал вот такие вот фрезы, точнее не фрезы, а дисковые пилы. Многие мои подписчики, спасибо им за это, хотя почему я говорю многие, некоторые очень предостерегали меня по поводу вот этих вот дисков. Я, честно говоря, ни разу не пользовался ими, и я об этом честно признаюсь, так что будьте аккуратны. И, кстати, если хотите, чтобы и ваш комментарий также попал в видео, то пишите хороший, толковый, полезный для других ребят комментарий, и он обязательно попадет в один из следующих наших выпусков. Почему нет? Итак, сейчас посмотрю сначала диски. Они очень острые, в смазке. Так, дремель у нас в какую сторону крутится? Сюда. Вот так он должен стоять. И даже очки одену. Так, чтобы если он вылетит, куда-то ушел в сторону от меня. Просто зверь. Главное, на диске написано, что он до 20. 1000 оборотов в минуту, а дремель может до 37. Ну, якобы может. Очень плохо, что у данного инструмента нет стабилизации оборотов, потому что вот ты даешь на небольших оборотах, но при нагрузке они вообще падают, и хочется дать побольше. Но если ты даже на максимум выкрутишь, то на холостых оборотах они настолько взлетят, что становится как-то страшно, если честно. Конечно же, вот такие вот толстые бруски ей очень сложно резать, потому что ты не можешь и ее, и брусок держать ровно, и в любом случае немножко перекашиваешь, и диск клинит. А вот такую вот мелочь, мне кажется, будет в самый раз. Сейчас я вот здесь вот по отверстию порежу. Кстати, это очень такое твердое дерево, это стул был. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот такой вот кусок гетинакса толщиной примерно на 5 мм. И вот такой вот кусок гетинакса толщиной. Резюмируем можно сказать, что ими можно пользоваться, но намного удобнее будет, если сам инструмент будет зафиксирован и деталь, которую мы режем, тоже будет поддаваться таким образом, чтобы она шла параллельно инструменту и не перекашивала, не клинила, чтобы вся сила инструмента тратилась только на то, чтобы зубья грызли, а не на то, чтобы преодолевать силы трения вот этого вот диска, боковой его части, о деталь. Вообще-то я думал, что будет лучше резать, сейчас поставлю вот эту вот фрезу, у которой зубья побольше, может будет лучше. О! Совсем другое! О! 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 攪搭ируем. О! 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 Вosition. В invitation. О! Супер, теперь осталось только приклеить, для того чтобы клей лучше держался нужно сделать небольшие насечки здесь на маленьких оборотах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помыл от стружки и вытер насухо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а резюмирую хочется сказать, что чем дальше я пользуюсь этим инструментом, тем больше я понимаю, насколько он интересен, насколько он классен, насколько он мне полезен. То есть он позволяет мне сделать мою работу быстрее, сделать ее качественнее, аккуратнее. Вот, например, даже с этой горловиной в этом пузырьке. Я начал это отверстие ковырять ножом, но стенка тонкая, это все загибается, получается не круг какой-то, а что-то похоже на овал. Да и опять же, ты чуть сильнее нож надавишь, он прорежет, пройдет тебе сюда к стенке и все, и ты выкинешь этот пузырек. А так поставил фрезу и ты можешь снимать маленькими частями, маленькими порциями. И ты можешь там все контролировать, все сделать очень аккуратно и точно. Мне кажется, что получилось достаточно неплохо. Чуть-чуть, правда, сместилось вот в эту вот часть, но совсем-совсем чуть-чуть. То есть вот здесь вот зазоры одинаковые. В общем, неплохо получилось. На самом деле полезная штука. Я уверен, что любому мастеру, либо человеку, который что-то любит там мастерить, что-то там подпиливает, что-то мелкое делает, вот эта вот штука будет очень полезна. Главное накупить насадок для нужных работ и нужных материалов. Я считаю, что для своих работ я уже всем закупился, даже в принципе не представляю, что мне еще может понадобиться, на что у меня не будет под нее насадок. В общем, хорошая штука, рекомендую к покупке. Всем вам спасибо. Всем пока. Не забывайте делиться данным видео в соцсетях, ставить лайки, пишите комментарии. Вполне возможно, что один из них попадет в следующее видео, если он будет полезный и интересен для меня или для пользователей нашего канала. Всего доброго. Пока. Не болейте. Огромное спасибо за лайк и за репост данного видео в соцсети. Тем самым ты очень помог каналу в развитии и в благодарность тебе есть еще два интересных ролика, которые ты можешь просмотреть просто щелкнув по превьюшке. Если это у тебя не работает, то ссылки будут в описании под видео.